В день, когда премьер-министр Дарин Ричан предложил вести чрезвычайное положение в стране и объявил о конвейерных отставках в связи с катастрофической ситуацией в энергетическом секторе, Майя Санду срочно села в самолет и улетела в Румынию, предпочтя эту поездку поиску выходов из кризисной ситуации и разработки стратегии решения проблем. В соседнем государстве она встретилась с Еленой Ласкони, кандидаткой от партии «Союз спасения Румынии» на пост президента, которую она открыто продвигала на протяжении всей избирательной кампании. Эта встреча прошла на фоне скандалов, ненавистнических заявлений и раскола в румынском обществе после того, как независимый кандидат Кэлин Джорджеску набрал наибольшее количество голосов в первом туре президентских выборов и, по данным некоторых опросов, весьма вероятна его победа во втором туре. После этой встречи Майя Санду сообщила, что самое опасное для нации – это когда ее охватывает страх, вражда и беспокойство. А люди ищут лидера с характером, который мог бы их объединить. В то время как молдаване опасаются огромных счетов и рискуют остаться без электричества, Майя Санду, широко улыбаясь, говорит об объединении всех румын. Кажется, нашему президенту тоже нужен лидер, который объединит нас всех. За сильную и уважаемую Румынию, чтобы все румыны как дома, так и за рубежом были едины. И это при том, что глава нашего государства сама же выступала с едкими посланиями в адрес своего бывшего оппонента и всех, кто его поддерживал, что и привело к беспрецедентному расколу среди граждан Молдовы. Несколько дней назад глава государства выразила поддержку протестующим в столице Грузии и заявила, что наша страна в этот момент находится вместе с гражданами этой страны и ее президентом Соломезу Рубишвили. Уточним, накануне зимы Молдова столкнулась с энергетическим кризисом, так как власти не обеспечили страну природным газом своевременно. Летом, когда голубое топливо было более дешевым, представители власти, в том числе и глава правительства, были заняты продвижением Майи Санду в президентской кампании. Однако Дарин Ричан не почувствовал своей ответственности за провал в газовом сегменте и обвинил в этом трех чиновников, которых отправил в отставку. Речь идет о министре энергетики Викторе Парликове, временно исполняющем обязанности директора компании «Энергоком» Викторе Бензаре и члене наблюдательного совета предприятия «Молдова Газ» Сергея Тафилати. Глава кабинета министров считает их виновными, поскольку они якобы либо блокировали, либо не приняли необходимых мер для закупки в нужный момент газа по минимальной цене. А, видимо, уже привыкшая к управлению страной в режиме ЧП, правительство ПАС намерено вновь принять эту меру в энергетическом секторе. Отставка трех чиновников вызвала волну критики. Сами уволенные некоторые эксперты заявили, что Дарин Ричан просто искал козлов отпущения и нашел их, вместо того, чтобы самому уйти в отставку.